Астрономы ведут каталог таких вот, скажем так, объектов, которые находятся на орбите Земли. Их несколько тысяч уже. В том числе, скажем так, на нашей планете летают не только действующие космические аппараты, но и так называемый космический мусор. То есть это и отработанные ступени ракеты, и, скажем так, спутники, которые закончили свою работу и просто уже не функционируют. И обломки летательных аппаратов, которые как раз подверглись воздействию каких-то космических тел, метеоритов и прочих. Но среди этих объектов есть такие, такой космический мусор, который ни астрономы, ни исследователи не могут опознать, скажем так, как какие-то земные изделия. Мне приходилось видеть фотографии, которые были сделаны во время множества миссий Шаттла и других, скажем так, космических полетов, как России, так и США. И некоторые вот эти вот обломки, которые видны на фотографиях, они, скажем так, не совсем имеют понятную форму. Некоторые из этих обломков очень похожи на то, что мы называем НЛО. То есть там видно какие-то космические какие-то летательные аппараты, совершенно, скажем так, неземной конструкции, с какими-то антеннами совершенно непонятными, с какими-то проблесковыми маячками. То есть, что за мусор летает, не всегда понятно. То есть, возможно, мы имеем дело на орбите Земли не только с мусором космическим, который остается после деятельности нашей космической техники. Но, скорее всего, там может присутствовать и обломки, скажем так, аппаратов, которые мы называем НЛО. Почему я так думаю? Есть несколько интересных физиозаписей, которые делали НАСА. Вот самая известная из них, которая несколько лет назад наделала очень много шума. Это запись миссии СТС-80. Когда с шаттла производили съемку грозового фронта, то есть фактически снимали грозу, которая разворачивалась под иллюминаторами станции. И во время съемки астронавты неожиданно заметили, что от Земли в космос движутся несколько больших кораблей. Но сначала это были как небольшие гонки. Когда они поднялись, скажем так, уже на космическую орбиту, стало видно, что это какие-то дисковые аппараты. Причем между ними, этими аппаратами, на съемке четко видно, проскальзывают какие-то такие всполохи, как будто, скажем так, лазерные лучи. То есть такое впечатление, что между аппаратами идет бой. Потом на этой же съемке видно, как со стороны космического пространства подходят несколько более малых объектов и начинают маневрировать между крупными. То есть такое впечатление, что действительно идет какой-то космический бой, некоторые объекты вспыхивают. И вполне вероятно, что на орбите Земли у нас могут происходить вот такие, скажем так, не совсем обычные действия. То, что в свое время снимал Джурс Лукас в фильме «Звездные войны». То есть в результате таких возможных баталий, естественно, на нашей орбите может оставаться мусор, который не принадлежит нашей цивилизации. Продолжение следует...